В ответ на появившиеся в последнее время на Западе заявления и домыслы об этих учениях как угрозе с Востока, хочу подчеркнуть, мы никому не собираемся угрожать. Мы не считаем ни одно государство своим противником. У нас оборонная доктрина, и это четко определено законом. Беларусь приветствует все, что способствует укреплению мира. Да, мы не приемлем политику угроз и двойных стандартов. В этом заключается сила и ясность нашей внешнеполитической линии. Мы действуем открыто и последовательно, делая упор на коллективную оборону. Укрепление общей системы военной безопасности, повышение возможностей по защите союзного государства определены в качестве приоритетной задачи. Это тоже ни для кого не секрет. Исходя из этого, мы развиваем региональную группировку войск Беларуси и России, основой которой является белорусская армия. Ее потенциал необходимо поддерживать на уровне, обеспечивающем отражение любой агрессии, откуда бы она ни исходила. Особенно актуально это в наше неспокойное время. Мы с вами являемся свидетелями роста вооруженного насилия и массового кровопролития на мировой арене. Поэтому нам порох надо держать сухим. Совместное белорусско-российское учение пройдет в нашей стране осенью этого года. Сегодня президент Александр Лукашенко подписал замысел проведения стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2013». Особенностью маневров будет привлечение территориальных войск. Впервые участие в учении примет также подразделение страну ДКБ. Глава государства особо подчеркнул, предстоящие маневры, направленные на повышение безопасности союзного государства и носят оборонный характер. Особое внимание во время белорусско-российского учения будет уделяться взаимодействию развитию региональной группировки войск и единой системы ПВО Беларуси и России. Также будут задействованы модернизируемые на белорусских предприятиях новейшие образцы военной и специальной техники. Кроме того, впервые в маневрах на территории нашей страны примут участие военные подразделения организации договора о коллективной безопасности. Совместные учения по договоренности президентов проводятся поочередно в обеих странах раз в два года. В 2009-м это была Беларусь, в 2011-м территория России. Главы государств Беларуси и России договорились регулярно проводить совместные масштабные оперативно-стратегические учения. В 2009-м году региональная группировка войск показала себя в действенной территории Беларуси во время учения «Запад-2009». Затем два года спустя практические навыки отрабатывались на российских полигонах. В этом году военные двух стран будут проверять уровень взаимодействия уже в третий раз.